Добрый день, дорогие зрители и друзья телеканала Уллправда ТВ. С вами рубрика «Пресс-ботва» и я ее постоянный обозреватель Антон Картошкин. Сегодня я расскажу вам, на мой взгляд, наиболее интересные статьи, репортажи и заметки, которые за прошедшую неделю подготовили юркие журналисты печатных и электронных СМИ издательского дома «Ульяновская правда». Традиционно начиная свой обзор с популярного среди горожан еженедельника «Народная газета». Егор Титов рассказывает о том, что зимние каникулы у школьников в этом году начнутся немного раньше. Так ребята отправятся отдыхать уже 28 декабря. Учитывая, что это понедельник, последним учебным днем станет 25 декабря. Такое решение было принято на заседание оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Журналист Игорь Улитин пообщался с Кышбабаем. Так на татарском языке звучит всем нам привычный Дед Мороз. Фарид Абдулин вот почти уже 40 лет на Новый год перевоплощается в сказочного героя. Все эти годы, кроме посоха и мешка с подарками, его сопровождает неизменный атрибут – баян. Два года назад в Сенгилей проходил первый областной съезд Дедов Морозов. Большинство из них были очень похожи и ничем не выделялись. Красная или синяя шуба, посох, мешок да валенки. Однако из этой толпы выбивался Абдулин, представлявший Старокулаткинский район. Выделял его как раз тот самый баян, на котором кулаткинский Дедушка Мороз играл разливистые татарские мелодии. Подробнее в репортаже Кышбабая с баяном. Народка напоминает о конкурсах к юбилею газеты, которую мы будем все вместе отмечать в начале января следующего года. Если вы хотите выиграть ценные подарки и призы от любимой газеты, спешите принять участие в разнообразных творческих испытаниях. Подробности на страницах газеты в разделе «Отметим вместе». Как обычно, не забываем про телепрограмму нашего канала, которую вы всегда найдете на страницах любимой газеты, и по скриптум короткаем время за увлекательным комфортом. К сладким новостям. Журналист газеты «Ульяновская правда» Андрей Маклаев поведал о том, что городская кондитерская фабрика «Волжанка» увеличила ассортимент продукции и число сотрудников. Старейшее кондитерское производство региона посетил губернатор Сергей Морозов, где он осмотрел линии конфетного цеха и заценил развитие компании. Всего на предприятии выпускает более 350 наименований продукции. Основной ассортимент – весовые конфеты, карамель и плиточный шоколад. Подробнее на страницах общественно-политического издания. Колонка газеты «Родина Ильича» сообщает о 30-летнем юбилее Ундровского палеонтологического музея. Екатерина Афанасьева рассказывает, что в торжественном мероприятии по этому поводу принял участие председатель век правительства Александр Смекалин, который поздравил коллектив музея с юбилеем и отметил его успехи в культурно-просветительской и научной деятельности, а также подчеркнул значение этой работы в реализации проекта «Геопарк Ундория». Директору музея Ильи Михайловичу Стеньшину была вручена почетная грамота губернатора Ульяновской области. Спускайся по колонке ниже, где обнаруживаю приглашение принять участие в фотоконкурсе «Мой край – моя гордость», посвященному Дню Ульяновского района. Среди номинаций «Семья», «Трудовые будни» и «Природа родного края». Подведение итогов и торжественное награждение пройдет 19 января 2021 года, в День Ульяновской области. Подробнее на страницах районки. Журналист-еженедельник «Осторомайнские известия» Наталья Сашина напомнила о ставшей доброй традиции поздравлять ветеранов со значимыми датами в их жизни. Так, в Старомайнском районе поздравление с 90-летием принимает Нина Владимировна Мальковская, труженица тыла, ветеран труда Российской Федерации, дитя войны. А вот обозреватель Ирина Корцева держит кулачки за студентов Старомайнского технологического техникума, который участвует в девятом открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы WorldSkills Russia». Вместе с селянами она ждет хороших результатов от земляков, о которых обязательно намеревается сообщить читателям позже. Слово о православии 19 декабря верующие отмечают праздник Никола Зимний. Считается, что он помогает путешественникам, а также людям в разных житейских трудностях. День памяти Николая Чудотворца почитают и любят во всем мире. По традиции в праздник нельзя грустить или роптать, ссориться с близкими и обижать окружающих неуместными высказываниями. На передовице газеты «Новое время» Базарно-Сызганского района выстреливают крошечные заметки. Среди них «Дед Мороз живет в каждом из нас». Под таким названием в Ульяновской области стартовала новогодняя акция, инициированная главой региона Сергеем Морозовым, в которой принимает участие и Базарно-Сызганский район. Елка на продажу. Приобрести новогоднюю елку можно в центре Базарного Сызгана. Цена всего от 150 рублей. Торговля елками будет осуществляться 24 и 25 декабря. Следует поторопиться за зеленой красавицей в треугольном платье. Хэштег «Самоизоляция». Режим «Самоизоляция» для старшего поколения 65+, Ульяновской области, продлен до 10 января 2021 года. Берегите свое здоровье. Об этом и многом другом подробнее читаем на страницах районного издания. Общественный корреспондент газеты «Канаж» Александр Богатов в публицистическом материале рассуждает на тему, что не хватает нашим людям. Казалось бы, вроде наимный вопрос, но, с другой стороны, вполне себе серьезный. Речь идет вовсе не о деньгах, которых почему-то не хватает всегда. Интригующие подробности, чего все-таки не хватает нашим людям, можно узнать в 51-м номере областной чувашской газеты «Канаж». Спортивные новости региона узнаем со страниц еженедельника «Чемпион». Александр Агапов радуется за Вячеслава Лысова, который стал участником всероссийского лыжного марафона «Шижма-2020» в городе Кирове. 56-летний мастер спорта с СССР по биатлону показал достойный результат, заехав десятку сильнейших в своей возрастной группе 55-59 лет. Подробнее об этом и многом другом читаем на страницах «Спортивного вестника». Журналистка информационного портала «Управда.ру» Катя Рассашанская задалась вопросом, грядет ли свадебный бум в Ульянской области в 2021 году. По информации службы записи гражданского состояния, в наступающем году выпадает 24 красивые даты бракосочетания, среди которых 01-01-21, 21-01-21, 02-02-21, 21-02-21, 21-11-21, 12-12-21 и другие. В них символично сочетаются единицы, двойки, ноли, которые сулят молодоженам счастливую семейную жизнь. Но есть ли спрос на торжества и церемонии в пандемию, смирились ли ульяновские пары с введением ограничений, об этом подробнее читаем на улправда.ру. Информационный портал «Медиа-73» рассказывает о фотовыставке размахнувшейся фойе главного почтампа Ульяновска. С 15 декабря посетителей будет ждать увлекательная экспозиция «Мемориал над Волгой». Здесь черно-белые фотоработы времен строительства мемориала, сделанные архитекторами и строителями. Также экспозиция расскажет о капсуле времени, заложенной в одну из колонн мемориала, открывать которую, согласно завету, еще рано. Выставка показывает церемонию открытия комплекса в честь столетия Владимира Ленина, визит Леонида Ильича Брежнева в наш город и жизнь музея в 90-е годы. Также портал сообщает, что по книге ульяновской писательницы Галлы Узрютовой снимут фильм о подростках. Одна из крупных кинокомпаний планирует экранизировать книгу Узрютовой «Страна Саша». Произведение рассказывает о жизни подростка из неполной семьи, борющейся со страхами. Здесь мама неумело пытается вырастить из мальчика мужчину, а он, в свою очередь, пытается побороть стеснительность. История перекликается с поиском мужчины для мамы и встречей с девушкой мечты. История основана на реальных событиях, а главный герой представляет собой собирательный образ подростков, находящихся в аналогичных ситуациях. Эти и многие другие новости читайте на страницах наших изданий, а также на информационных порталах «Унправда.ру» и «Медиа 73». Районные газеты доступны по подписке. Городские газеты и журналы можно приобрести в киосках Роспечати или также оформить подписку с удобной доставкой до почтового или абонементного ящика. С вами был неизменный обозреватель Пресс-Батвы Антон Картошкин. До свежего всхода грядки нескучных новостей через неделю.